Вы, однако, себе противоречите, сказал Лида. Вы говорите наука, наука. Сами отрицаете грамотность. Грамотность, когда человек или имеет возможность читать только вывески на кабаках, да и видка книжки, которых не поменимает. Такая грамотность держится у нас со времен Рюрика. Гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревней, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. И в таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он там, он для этим страннее непонятнее его роль. Так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. Я не хочу работать и не буду, ничего не нужно. Пусть земля прорывается в тартарары. — Исюзка, выйди, — сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла. — Подобные милые вещи говорят обыкновенно, которые когда хотят оправдать свою равную душу, — сказала Лида. — Представить в больнице и школе легче, чем лечить и учить. Выгружаете, что не станете работать, — продолжала Лида. — Очевидно, вы высоко оцените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, что к старшему самому несовершенному из всех библиотечек и аптек, о которых вы только что отзывались, так презрительно и оставлю лучше всех пейзажей на свете. Лице у нее горело, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, намнулась к столу и делала вид, что читает газету. В моем присутствии было неприятно, я простился и пошел домой. Субтитры сделал DimaTorzok